Ярик Лапа, Вика Лапа и Фредди Лапа, одни из популярнейших майнкрафтеров прошлого. В комментариях под прошлым роликом про Делерона и Мини Котика вы сильно просили снять и про этих троих. Про кого еще снять напишите в комментариях, возможно вставлю в ролик. Ярик Лапа. Помню в году 2016-17 его смотрело большинство школьников. Снимал летсплеи по Майнкрафту, а также что-то наподобие сериалов тоже в Майнкрафте. Кстати из-за этих сериалов у Лапы было немало хейта, потому что они были простыми или даже детскими. Из-за чего комьюнити профессиональных Майнкрафт сериалов Ярика недолюбливала. Но ладно, это было 500 тысяч лет назад. Сейчас банды, с которой Лапа записывал сериалы и летсплеи, вообще нет. Да и у самого Ярика дела идут не лучшим образом. И вопрос, а как канал, который собирал миллионы, а иногда и десятки миллионов просмотров, смог так скатиться? Все началось еще где-то в 2019-м. В этом году Майнкрафт начал сильно меняться, и старые ютуберы, как например Мистик и Лагер, начали тупо терять просмотры. Все из-за того, что приходили новые Майнкрафтеры, да и сами ролики по Майну начали выглядеть совсем по-другому. И тут, либо ты подстраиваешься под новый формат и продолжаешь собирать просмотры, либо, ну просто скатываешься. Ярик, как вы поняли, пошел по второму сценарию. Ролики с каждым месяцем собирали все меньше и меньше просмотров. И конечно нет, Лапа пытался вводить новые форматы и рубрики. Например, у него были видосы по Бравл Старсу, Амонг Асу и Фортнайту, но аудитории это было не особо интересно. И мне кажется, проблема в подаче. То есть, посмотрите на современных летсплейщиков по этим играм. У них есть монтаж, интересные темы роликов. И да, я говорю про видосы по Амонг Асу и Бравл Старсу. Но у Ярика Лапы, в свою очередь, это были тупо летсплеи. То есть, минимум монтажа, не было никакой определенной темы роликов, просто запись игры с комментариями. И поэтому развиться в каких-то сферах, кроме Майнкрафта, Ярику не удалось. Да и кстати, в самом Майнкрафте тоже. То есть, форматы вообще не менялись, продолжалось то же подобие сериалов, монтажа было минимум. Короче, контент стоял на месте и зрители начали уходить. Новые рубрики в Майнкрафте зрители тоже не особо смотрели по тем же причинам. Ну и все привело к распаду. Сначала ушла Вика Лапа, она ввела свой отдельный канал, но сейчас его уже не найти. Вика давным-давно снимает отдельно. А Фредди Лапа куда-то уехал работать за границу. Подробности неизвестно. Фреддик еще месяц назад уехал за границу. После чего Ярик забрал канал Банда Лапы. Это был их совместный канал, где они выпускали разные летсплеи. Но после распада Ярик сказал, что это теперь его второй канал. Канала Банда Лапы больше не будет. И теперь он тут будет выпускать ролики из реальной жизни. А все старые вообще скроет. Летсплеи, обзоры, их здесь больше не будет. В будущем я планирую, конечно же, все ролики скрыть. И из этого получилось, ну, так скажем, ничего. Почти за год вышел только ролик, где они смешивали всякую дичь из ТикТока. А старые ролики так и не были скрыты. И нет, конечно, хорошо, что он их не скрыл. Но печаль только одно, скорее всего, он их не скрыл по одной причине. Потому что они все же приносят какие-никакие просмотры, а за просмотры платят денюжки. Но я ничего не утверждаю. В итоге все привело к тому, что от этого канала вообще начали отписываться. И он даже потерял статус миллионника. То есть на нем раньше было больше миллиона подписчиков, сейчас 900 тысяч. Если честно, в первый раз такое вижу. Но ладно, что касается основного канала Ярика Лапы. То он все же как-то попытался добавить современности. И начал добывать криптовалюту в Майнкрафте. Причем настоящей криптовалютой там вообще не пахнет. А ролики похожи скорее на ласплей Лололошки без монтажа. Но короче, получилось странно. Сейчас же ролики выходят раз в одну-две недели. Что для его формата довольно долго. Ну и о былых просмотрах речи особо не идет. Хотя все же Алды время от времени заходят на его канал. Сам же Ярик говорит, что ему как-то все равно на всю эту ситуацию с просмотрами. Я такой человек, что в принципе не сильно переживаю, что там какие-то просмотры могут быть не те. Но все же давайте смотреть правде в глаза. И нет, я не хочу Ярика Лапу, как возможно некоторые могут подумать. Просто канал раньше находился в топе. И контент в целом реально можно было адаптировать под современный формат. Но Ярик этого не сделал, что впрочем его выбор. Ну а я буду пытаться адаптировать контент. Подписывайтесь на канал. Йорик это не Лап.